Время и дети. Новое поколение. Новые вопросы. Теория и практика в ответах профессионалов. Время и дети. Время и дети на Пилот-радио. Меня зовут Анастасия Николаева. Здравствуйте, мои соведущие. Павел Хилько, основатель детского клуба «Верх тормашками», арт-педагог и психолог. И Артём Фёдоров, сооснователь среды образовательных возможностей СОВАМ, который сегодня задерживается немного, но обязательно будет у второй части программы. Павел, здравствуйте. Добрый вечер всем. В программе «Время и дети» мы знакомим вас с профессиональными мнениями по самым разным вопросам детства. Что делать, а чего не стоит делать, чтобы наши детки росли счастливыми, умными, здоровыми и успешными. Это выясняем из программы в программу вместе с нашими слушателями. Многим родителям, полагаю, знакома ситуация, когда дома несколько ящиков с игрушками, а ребёнка всё мало. Наигрался, неинтересные, у друзей другие, а по телемизору рекламируют уже новую модель или куклу. В итоге достаточно приличная сумма набегает за год. Чем это объяснить? Родители сами недоиграли в детстве и сейчас компенсируют свои обиды? Или пытаются купить любовь и радость ребёнка? Но это обычно грешат этим бабушки и дедушки. Как часто нужно дарить ребёнку подарки? Сколько у него должно быть игрушек? Чем можно ребёнка поощрять и примировать? И самое главное, к чему это может привести? Вот об этом сегодня и пойдёт речь. До эфира мы собирали мнения нашего подрастающего поколения. Спрашивали, кто такой Дед Мороз? Обязательно познакомим вас с ними в рубрике «Детское мнение». Ну а видеоверсию сегодняшнего выпуска программы «Время и дети» можно будет найти на портале Твериград. Итак, тема эфира «Подарки и награды». Это мотивация или наказание? Ну, давайте мы начнём всё-таки тем Нового года. У всех уже витает, у всех уже на слуху. На каждой радиостанции и телеканале уже идёт обратный отчёт до Нового года. Там осталось сколько времени, сколько часов, сколько дней. То есть тема подарков как никогда актуальна, особенно актуальна для детей. Вот, собственно, большинство детей-то и ждут Новый год именно, ну, как праздник, а как сопутствующий этому это, конечно же, подарок. Актуально ли сейчас писать письмо Деду Морозу? И вот что это? Это способ узнать для родителей, что это? Это способ узнать, что хочет ребёнок, да, такой список его, как это, модно говорить, вишлист, да, сейчас. Или, скажем так, перенести ответственность за то, что они купили не тот подарок, которым просил ребёнок, на какого-то Деда Мороза. Вот так вот он, вот тот он тебе принёс. А вот не принёс то, что ты хотел, потому что ты себя там, возможно, плохо, да, там вёл. То есть это тоже некая манипуляция. Давайте начнём с почты Деда Мороза. На самом деле в разных точках города сейчас установлены ящики, в том числе и в городском саду, куда можно опустить письмо, и, насколько я знаю, и почтовые службы организуют. Актуально ли сейчас для детей, вот как раньше мы в 90-е годы сидели, писали, сами клеили конверт, родители заставляли переписывать, если это был какой-то там некрасивый почерк или ошибка? Вы знаете, начну ещё дальше, издалека как бы, да. Я считаю, что праздник Нового года, а в некоторых странах это Рождество, да, это тот праздник, который должен жить всегда. Всегда должны жить Дед Мороз, снеговик, почтовик и всё, что с этим связано. Это очень яркий праздник, это смена года, смена, так сказать, времени прошлого и настоящего, некоторая вот такая. И поэтому он должен жить, и должны жить все сопутствующие вот эти вот традиции, которые вместе с ним живут. Мы с дочками уже опустили письма, они обе написали. Одна свернула в красивый конверт такой получился, ну, как вот, знаете, показывают военные письма, треугольнички, но очень ярко разукрасили, у нас всё красиво. Мы запечатали, чтобы никто больше, кроме Деда Мороза, не прочитал. Вот вторая дочка тоже оформила, в первом классе уже пишет. Вот обращение внимания на ошибки или ещё что-то, я думаю, здесь не надо, это же праздник. Ну, вот как бы можно, конечно, обратить ребёнка, если он захочет сам, он изменит. Но это такой позыв, да, души написать Деду Морозу о том, что она хочет, о своих желаниях. Естественно, как родитель, я думаю, что я мнение многих скажу, что это некий запрос на понимание, чего хочет ребёнок. Потому что, как вы правильно заметили, сейчас очень много всего, вот просто много. И у нас вот время, я бы сказал, потребления и такого дозволенного потребления, ассортимента огромного. То есть мало того, что в магазинах всё есть, хотя и раньше там в детских мирах, ну, было много, да, но давление рекламы со стороны гаджетов, со стороны телевизора всё равно влияет на ребёнка. И, то есть у нас получается, что каждую рекламу мы хотим новые игрушки, которые есть в рекламе. Соответственно, и поход в магазин у нас идёт на выбор каких-то игрушек, которые последние остались где-то в корке сознания, да. Соответственно, вот этот вот виш-лист, он очень положительно сыграет на том, что вы можете сами отреагировать на запрос ребёнка. Даже если вы что-то купили, вы можете, по крайней мере, из этого виш-листа что-то ещё взять и добавить. И сказать, вот смотри, Дед Мороз вот на всех не хватил или перепутал, а всё остальное. Вопрос в манипуляции, как вы тоже отметили, по поводу того, что Дед Мороз тебе не принёс, потому что ты был там плохим ребёнком, ой, это сложный вопрос. Больше имеет, конечно, отношение и к воспитанию, и к родителям, и к манипуляциям. Но это не самая лучшая форма, которую можно сделать, потому что, ну, это праздник. Ну, получается, вот мы-то тебя любим, на нас не обижайся. Перепутал, старенький он. Ему сколько лет этому Деду Морозу? Ну, все сейчас знают, что там мифология, уходящая корнями в неизвестное прошлое, да, с этим Дедом Морозом. Сколько ему лет-то? У него же памяти уже почти нет, понимаете? И Россия такая огромная, да? И Россия огромная. А ему по всем странам кататься за эти вот 12-20 часов, да, ему проехать с Владивостока до Калининграда. То есть придумать можно всего, но в зависимости от того, что родитель хочет донести до ребенка. Вот, потому что агрессия, которая может быть вызвана тем, что ребенок чего-то не получил, да, вот агрессия, которую прям вот развивают, подталкивают, мотивируют вот таким выражением на того же Деда Мороза, она может быть перенесена внутрь себя и, соответственно, потом наружу. Им сказаться на характере ребенка. Вот, тем более праздник раз в году, который, да, реально за месяц уже ждут, если не больше. А все-таки как лучше считается, что, ну, там, подарок, сделанный своими руками, имеет особую ценность? Вот лучше действительно делать такие, скажем так, фронтовые, да, письма и разукрашивать их? То есть целый ритуал из этого, возможно, там, с родителями? Или я вот недавно заметила, придя в книжный магазин, что есть уже готовые письма Деда Мороза, то есть какие-то шаблоны, ты вписываешь туда только свои там пожелания, уже все очень красиво оформлено. Ну вот, как арт-педагог, естественно, своими руками, я скажу. А как потребитель современного мира, все зависит от желания человека. Всегда приятнее сделать что-то приятное, да, кому-то, тем более такому персонажу, как Деда Морозу, своими руками. Если это ребенок, ну, как бы, родители это доносят до ребенка, ребенок, естественно, сам сделает и нарисует. А если ребенок увидел в магазине и сказал, вот, хочу только эту открытку, ну, почему нет? Тоже все дозволено. Ну, а чаще все-таки это желание или нежелание, да, там, ребенка вот мастерить что-то или нежелание родителей собирать там конфетти, блестки, клей оттирать? На самом деле собирают все сами. Я понимаю, что дети совсем маленькие, им нужна помощь родительская, но, опять-таки, это работа, это творческий подход, это вот некая слаженность в семье, отношений и всего остального. Это же тоже развитие. Одна из таких творческих мастерских, которая же делается полностью на желание ребенка, на мотивацию его внутренней и на стремление к празднику. То есть я не думаю, что если вас вызывает там вопрос, как достать там четырех-пятилетнему ребенку конфетти с полки или там убрать за ним клей, ну, я даже не знаю, что сказать. А что вы думали, когда заводили ребенка, да? Ну, практически, да, не буду так говорить. Все думают о прекрасном, а потом выходят разные вещи. Ладно, к теме Деда Мороза мы еще вернемся. Давайте мы поговорим о все-таки подарках и поощрениях. Какой здесь вкладывается смысл в подарок, какое в поощрение, какие ошибки могут быть у родителей? И всегда ли поощрение от подарка отличается именно материальным эквивалентом? То есть подарок — это что-то такое ценное, дорогое, а поощрение — это, может быть, доброе слово. Ну, вы знаете как, можно здесь сделать некоторую разбивку. Допустим, мы разбиваем подарок, и на другой стороне у нас находятся поощрение и награда. То, что сейчас на рабочих местах заменяют слово и мотивации. Как я уже говорил раньше, абсолютная глупость, но тем не менее. Но работает иногда. Ну, работает слово. По сути, получается стимулирование так или иначе человека на движение. Подарок, все-таки, если мы делаем некое такое разделение, подарок — это нечто к празднику, это некоторый сюрприз. Это то, что человек не ожидает. Это то, что человек не ожидает и ждет. Да, вот как на день рождения. Клабур такой, да. Он не ожидает, что там будет, но он ждет, чтобы ему дали это подношение, скажем так. Его личность, его талант, еще чему-то такое. А награда и поощрение — это все-таки обозначенная вещь, которая обозначена за что-то. То есть обычно награда за что? За достижения в спорте. Награда за хорошую учебу. Награда, я там, не знаю, ну вот, да, там, золотая медаль в школе за красный диплом. Ну или еще что-то такое. То же самое с поощрением. Да, вы в этом месяце выполнили план, дети убрались в комнате, там сделали... То же самый план они выполнили. Ну это, естественно, да, внутренний такой план идет семейный. Соответственно, вот вам поощрение. Мы вас там, я не знаю, накормили конфетками, сводили в цирк. Это некоторое поощрение, да. А нужно ли обещать поощрение детям за хорошее поведение? Точнее, немножечко наоборот. Вот уточню. Например, допустим, мам там или папа говорит, вот если ты сейчас перестанешь плакать, я тогда куплю тебе там конфеты, там, самолетик или что-то ты там хотел, куклу или прочее. Здесь вот такой острый момент. Если ребенок, к примеру, там соглашается на это и это входит в привычку, не будет ли это со стороны ребенка предметом манипуляции? Естественно, везде, где есть манипуляции наши, будут манипуляции детей. Вопрос в том, что вот если брать из примера, то по какой причине у нас все-таки ребенок ревет? Может, он не получил какую-то апельсинку, которую получил мальчик на улице? Вопросов нет. Дайте ему апельсинку. Он как бы достойный. Или замените чем-то апельсинку. Но вопрос, если он плачет из-за того, что вы его там, ну, грубо говоря, поговорили с ним серьезно по поводу поведения, оценок или еще, что он начинает плакать, и вы тут же даете ему апельсинку, мандаринку, ну, во-первых, вы убиваете весь свой серьезный разговор на корню абсолютно. То есть плюс и минус. Ничего не остается. Ничего нет. Да ноль. Ну, ноль, да. Получается ноль. И плюс он понимает, что ему, во-первых, ничего не будет, а во-вторых, еще что-то можно выпросить вот такими манипуляциями. То есть, в принципе, каждый родитель, у которых дети уже ходят в садик или в школу, понимают, что ребенок своими эмоциями и поведением запросто манипулирует родителями и выпрашивает, в принципе, все, что ему надо. Но если дать еще и показать ему, что это работает, ну, вы открываете ворота, пожалуйста. Что с этим потом делать будет, тоже непонятно. Вот, это раз. И, во-вторых, опять-таки, причина слез. Тут же, вот опять ситуация может быть в разных вариантах. Нужно же понять, из-за чего он плачет. Он плачет, может быть, не из-за конфетки, не из-за разговора. Может, у него внутри какая-то сидит досада из-за того, что что-то не получилось, что-то не так. Опять-таки, говорить с ребенком надо. И при разговоре, может быть, эта причина не потребует ни апельсинок, ни мандаринок, а, может быть, потребует подсказать ему где-то в чем-то, ну, какие-то действия произвести. Может, помочь. Может, он не знает, как спросить вас о помощи. Ну, то есть, иными словами, ребенок может даже физически где-то переутомиться или устать, или у него там может начать болеть там голова. Он еще не понимает, не осознает, как на это реагировать. И, собственно, таким образом выражает это не каприз, а вот именно крик души, крик тела о помощи. Конечно, конечно. Они могут играть там, вот у меня девочки с сестрами играют, и вдруг кто-то одна начинает плакать днем. Я понимаю, что они сходили в школу, они погуляли, они поели. Там идет уже переутомление ребенка. Естественно, надо просто отдохнуть, лечь, и все. Ну, это очень просто. А если ситуация, когда ребенок вот увидел что-то в магазине, и начало, и это причем не редкость, да, особенно там в гипермаркетах мы это часто наблюдаем, и очень люди это кого-то там шокируют, кого-то сильно раздражают. Нет, если ребенок что-то попросил купить, родители, ну, считают, что это не надо, да, там что-то, такая же игрушка у него есть, или там нет денежных средств на это, и у ребенка начинается, ну, буквально в смысле слова истерика. Мама спокойным голосом говорит, нет, там, мы не можем тебе это купить, потому что... А ребенок начинает плакать, истерить, и еще чего хуже валяться по полу и требовать вот это купить. А родитель демонстративно вроде как бы не делает вид, что он не замечает, все на это раздражаются, и всем нехорошо. Вы знаете, вот опять-таки, вот чувствую себя как на тестировании, да, вопроса-вопроса, и все такие крайние. В этой ситуации я бы посоветовал просто обнять ребенка, поцеловать, сказать, что я тебя очень сильно люблю, и будет возможность, мы обязательно тебе купим, ну, если нет денег или еще что-то. Естественно, не скрывать от него причину, не говорить, что мы бедные, не говорить, что у нас там совсем все плохо, и нам там на молоко не хватает. То есть не давать программу ребенку, что у нас чего-то нет. А можно сказать, что вот у меня зарплата, буквально там дети понимают. Вот реально все понимают. И мы тогда-то с тобой пойдем, и то-то, то-то. Во-первых, родитель дает, ну, открыто говорит с ребенком, то есть нормальные открытые взаимоотношения. Во-вторых, дети это понимают. Они будут конючить, но уже не так сильно. Потому что они... И главное потом родителю не обмануть ребенка, и все-таки сводить его куда-то. Может быть, не эту игрушку купить, может быть, не в это место, может, он что-то другое захочет сказать. Помнишь, я обещал, а вот у меня сейчас получается, пойдем. А если все-таки продолжается истерика, мой совет один. Обнять, поцеловать, сказать, что я тебя очень сильно люблю, и мы обязательно все с тобой сделаем. Успокоиться ребенок. Слишком сильные истерики, вот говорю, такие крайние вопросы, каждый родитель поступает по-своему. Вот то, что я сказал, такой идеальный вариант. Что будет, когда совсем сильная истерика? Возможно, все-таки купить какую-то маленькую конфетку, чупа-чупс или еще что-то. Ну, ребенок все равно какую-то отдачу хочет. Но тут, опять-таки, вы же тут не делаете того, что серьезный разговор заменяете подарком. Вы прямо вот его просто мотивируете и даете его, как бы сказать, руку помощи, такую из этого вот, выхода из этой ситуации. И все. Это программа «Время и дети». Мы продолжим через несколько рекламных минут. Программа «Время и дети» продолжается. Сегодня у нас Павел Хилько, основатель детского клуба «Верхтормашка», меропедагог, психолог. Ну и обсуждаем мы тему подарки и награды. Это мотивация или наказание. Как раз мы до рекламы говорили о поощрениях, как действует поощрение, как поощрение для ребенка не сделать, делать манипуляции и что делать, если ребенок прям очень сильно что-то требует. Ну а сейчас у нас пришло время нашей рубрики «Время совета». Нам написала Анна. Ей очень необходим совет на эту тему. Пишет нам Анна. «Очень переживала перед садиком. Прочитала массу литературы и форумов. Решили, мы все-таки сможем отдать ребенка в сад. Мне нужно было выходить на работу. Знаю, что многие дети очень болезненно переживают первый период в саду. Так получается у меня с работой, что отвожу ребенка в сад я, а папа у нас забирает. То есть я привожу и, скажем так, сдаю ребенка в то место, где ему не очень-то комфортно, а папа как бы приходит и спасает его оттуда. Прочитала советы психолога, что нужно вначале каждый раз, когда я прихожу с работы, а ребенок уже дома с папой, дарить ему какую-нибудь мелочь. Таким образом, ребенок не будет думать, что мама плохая и сдает его в детский сад. Первое время все так и было. Ребенок радовался, но только потом он привык. И каждый раз он ждет что-то, как я прихожу с работы. Я уже купила все возможные шоколадки, я купила все безделушки и брелки, все недорогие игрушки в недорогих магазинах. Если я повторялась с игрушкой или шоколадкой, или приходила вообще без них, ребенок очень сильно обижался, иногда даже плакал. Весь доступный и дешевый сегмент мной уже куплен. На более дорогие у нас не хватит семейного бюджета. Что нам делать? Ну вот смотрите, в такой ситуации первое, что почитали, что хорошо, в садик отдали, что считают, что тоже хорошо. Вот то, что начали поощрять человека за поход в садик, вот это нехорошо. Я уж ни разу не слышал такого совета, сколько литературы я не прочел, открывал сам частный сад и все остальное. Первый период у ребенка идет привыкание к садику. И вот этот первый период нельзя пропустить. Тут, конечно, есть вопрос государству к нашему, есть вопрос к мамам, которые до конца сидят и ребенка отдают в конце декреты, чтобы выйти на работу и ко всему остальному. Но первый месяц ребенка нужно вводить на короткие сроки. То есть первая неделя. Но это совсем уж хорошо. Первая неделя по часу, вторая неделя до обеда, третья неделя после сна забираем и четвертую неделю оставляем на полный день. Причем забирает, ну, мама или папа, это уже не так критично на самом деле. Что делать в той ситуации, в которую сейчас попал родитель? Вот. Во-первых, заменять поощрение на какие-то, повторюсь, творческие дела. Давай мы с тобой построим домик. Давай мы с тобой слепим снежинку. Смотри на работе, что я увидела, там оригами какой-то там пингвинчика. А давай сходим на горку. Вместе с тобой я хочу прокатиться, я знаю классную горку. То есть пытаться заменить вот эти вещи на какие-то... Совместное времяпрепровождение. И сокращать объем шоколадок. Где-то не взяли на эту горку, пошли где-то еще что-то. Постепенно ребенок просто... Просто смысл какой? Получилось, кроме того, что ребенок стал уже проявлять некоторые манипуляции, что он должен получить поощрение за садик, сложилась еще и привычка. Привычка складывается за 21 день у любого человека. Повторение одного и того же, 21 день, и у вас выработается привычка. Все. Так я понимаю, что мама откормила ребенка конфетками больше, чем 21 день. Ну, судя по всему, полгода. Это такая серьезная уже, хроническая... Могу предложить очень экстра... К нам присоединяется, да, Артем. Экстраординарный способ про конфетки. Только его очень аккуратно надо использовать. Горький конфет. Нет, не горький конфет. Смысл в том, что... Да, действительно, если сложилось как уже какая-то привычка, да, и непосредственно какой-то элемент, который просто уже внедрился, да, то частично эту привычку можно снять, да, убрать тем, что на какое-то время разрешить есть конфетки в любом объеме. Вот. И тогда... Возвещение. И тогда, да, и тогда возникнет интересный эффект, что даже не в том смысле... Да, возникнет физиологический эффект сначала. Диабет? Нет. Некоторое физиологическое... Некоторое физиологическое отторжение может возникнуть. Но это зависит от каждого ребенка индивидуально, потому что если, конечно же, да, он так эти конфетки ест, что прямо одну за одной, да, то это возможно. Но очень часто это больше психологическая такая штука. Вот. Когда он начинает ест, тело очень быстро дает сигналы, и он их, если слышит, то он это прекращает делать. Уменьшает это дело, это действие. Это первый момент. Физиологический. А второй психологический. То есть когда исчезает вот эта основа какого-то вожделенного или подарка, или вознаграждения, и награда, как вот Павел, да, проговаривает вот эту конструкцию награждения, она исчезает. То есть тебе это просто так отдают, и все. То тогда возникает другое, ну, как бы меняется понимание, что эти вещи перестали быть наградой, и, в принципе-то, ну, и все. Тогда вопрос, а если он спросит, а что сегодня? Вот у него стоит куча конфет. Вот тогда, вот тогда можно идти на горку, значит, сделать машинку, значит, что-то еще. То есть вот тогда заменить. То есть объезд, а потом покатаемся. То есть вот такой ход, который позволяет действительно переключиться и показать, что это действительно такой элемент, который они, он является наградой, да, является элементом такого некоторой привычки, что если конструкцию сменить, и вот, может, ребенку потом даже рассказать, ну, показать со стороны, что, смотри, что мы сделали, да, вот такую как бы штуку, мы награду изменили, и вот так вот все изменилось. И он тогда будет, ну, достаточно конструктивно это воспринимать. То есть... А тут вопрос в другом, на самом деле, у меня вот прямо вот сегодня, да. Не спросит ли тогда ребенок, зачем мне завтра идти в садик? Вот! Это очень хороший вопрос! А там есть много конфет, да? Нет, конфет-то вы мне уже дали, а зачем я их вообще пойду-то? Вот я как раз привычку, привычку, вот как Павел говорил, да, что нужно, чтобы ребенок привык ходить по полчаса, по часу и так далее, вот, это дело в том, что садики бывают разные, вот, и, например, если к нам ребенок приходит, да, он остается, ну, то есть он какое-то время проводит у нас, конечно, это зависит сильно от возраста, вот, он может какое-то время проводить с мамой какой-то, уже сразу переключиться, и он сразу же остается, и оттуда уходить уже не хочет, с первого же дня. Ну, от детей зависит, абсолютно. Не было еще таких детей, которые уходили. Хорошо, не каждый сад такой, как у вас, но... А можно ли ребенка, ну, если бы мы говорили про взрослого, я бы сказала такую фразу, взывать к совести, а можно ли ребенка, ну, попрекать, наверное, тоже не то слово, но попрекать ребенка подарком, например, вот мы же с тобой договаривались, что я тебе дам конфету, и ты там уберешься у себя в комнате, я тебе там дал шоколадку, а в комнате ты не убрался. Вот мое мнение здесь, попрекать самим подарком нельзя, можно объяснять договорные отношения, которые, в принципе, по жизни ребенок должен понимать структуру и понимание самого договора между двумя людьми, умение договариваться, слышать друг друга и выполнять. То есть, в принципе, мы опять-таки отходим к ответственности, ко всему остальному. А по попреканию подарком, это есть вариант, что мы уйдем в ту тему, которая была на прошлой передаче, да, вина и стыд о развитии у ребенка. Абсолютно не стоит попрекать своими подарками. Я же тебе даю, да, а ты ничего. Я же тебе даю. То есть, вот тут он понимает, что ему должно быть стыдно за то, что он получил подарок и все, а не то, что он не выполнил договорные отношения. То есть, весь вопрос... Да, и готов еще добавить здесь, что согласен с Павлом однозначно, и здесь готов добавить, что вот этот элемент подарка, да, награды, это прямая манипуляция, то есть дополнительная манипуляция. Она, в принципе, здесь лишняя. То есть, здесь можно выстраивать договорные отношения и без подарков. Ну, то есть, мы договариваемся, то есть, я что-то делаю, например, что ты делаешь ты, да. То есть, не покупать, да, не покупать и не дополнительно не вводить сюда вот этот элемент. Как нам не покупать что-то? Договариваться, договариваться. Вот, не, ну, это более здравые отношения возникают. Да, да, когда ты договариваешься, не используя манипуляцию. И вот это, во-первых, и ребенок будет на это легче смотреть, потому что он же видит, что им манипулируют за конфетку, это очевидно. Он четко понимает это. Ну, если он хочет конфетку, так он поддается? Понятно, он вынужден, конечно, а он вынужден поддавать ему манипуляцию, конечно. Так он сам может потом прийти и как бы выстроить любые договорные отношения и назначить какую-то свою награду. Либо он что-то делает ему делать, либо он получает что-то, чего хочет. Ну, конфеты там, игрушка, все такое. Но, как бы, еще раз обращусь ко всем родителям, не обращайтесь с детьми, как с туземцами. Вот тебе бусинки, дай нам все. Хорошо, это, да, поощрение. Давайте вот про подарки. Опять на примере хочу спросить. Ну, в наше там от детства это были там различные игровые приставки. Ну, и сейчас тоже, да, их модификации и гаджеты. И я помню, как у одноклассников очень часто они приходили и жаловались, что у них отобрали подарки. То есть ребенку подарили, ребенок начал играть, начал, ну, не там, пропускать уроки или махнул рукой на домашние задания. И родители отнимали шнур, к примеру, там, от компьютера и говорили, пока успеваемость не поправишь, я тебе шнур не отдам. И люди приходили, хватали за голову, ну, люди, дети, да, и говорили, эх, придется учиться, а то шнур не отдадут. А то шнур не отдадут. Вот такая, это тоже, как это, мотивация или возврат подарков обратно. Возможно это? Дисциплинарное взыскание. Да, дисциплинарное взыскание. Стимулирование, дисциплинарное взыскание. Вы знаете как? На самом деле, с точки зрения педагогики, такое возможно. Вот. Вещи, которые абсолютно отвлекают, но опять-таки, поймите, структура школы, да, вот учебы, там, всего остального, она тоже работает на награду. То есть они дают вам пятерку, они оценивают то, что вы делаете, они не мотивируют вас. Им нужно выполнить план, и чтобы этот план выполнить, вы должны получить пятерку. Все. Вот это структура школы. Вот. Если, допустим, брать совом, да, вот у Артема, у него совсем по-другому все построено. Да, конечно же. И люди, которые идут как бы в школу, дети, у родителей периодически, периодически очень мало возможности ограничить ребенка в каких-то вещах, чтобы он пошел на повышение в учебе и во всем остальном. Но отвлекается внимание. Просто идет рассеянное. А в школе же домашнего оценивают, это оценивают, то оценивают, третье оценивают. Я абсолютно против таких оценок, но оно такое есть. И как педагог я допускаю дисциплинарные взыскания некоторые без ремней, без углов, без всего остального. Но ограничить в некоторых вещах. Ну, то есть без морального, без физического воздействия. Да, просто ограничение в некоторых вещах по исправлению. У меня так было со спортом. Ну, даже не у меня, а вот как бы у знакомых. То есть у меня всегда все хорошо было и в школе, и везде. А со спортом. То есть не будешь ходить куда-то, куда тебе нравится, пока ты не подтянешь школу. И тренера, на самом деле, на секциях, некоторых двоечников, в которых обращались родители к тренерам, тоже говорили, пока вы не выправите школьные оценки, вам тренировки закрыты. Да, но здесь бы я хотел добавить... Манипуляции. Да, да. Но здесь я хотел бы добавить то, что, конечно, самый лучший вариант, поскольку данное воздействие оказывается и в школе, и во многих других ситуациях, да, то как раз домашнюю обстановку, семейную обстановку максимально от этого освобождать. То есть не пользоваться этими конструкциями. То есть понятно, что, да, это манипулятивные конструкции, лучше там и так далее, да. Но, да, либо договариваться, либо каким-то образом проговаривать, не знаю, какие-то свое делать успокоение, какие-то понимания расширять свое там и так далее, да. Или же каким-то образом вот эти подарки, да, регулировать. То есть прям совсем тебя это будет цеплять, да, ну, желательно дать не дарить. Если здесь будут родители это цеплять, в первую очередь, не ребенка, а родители, да, то тогда как-то это... Эта программа «Время и дети» мы продолжим через несколько рекламных минут. Время и дети. Программа «Время и дети» продолжается. Сегодня мы обсуждаем такую тему подарки и награды. Это мотивация или наказание. Мы поговорили о поощрениях, мы поговорили о подарках. В принципе, как о явлении, как их нужно дарить. Но все-таки подарки и мотивация. Подарок может быть мотивацией? Это хорошо или нет? Ну, вот смотрите, мы давайте от подарков уйдем. Как сказали, подарок — это праздник. Это сюрпризис, это ожидаемое и неожидаемое, и все остальное. Это просто потому, что ребенок есть. Это просто потому, что день рождения, потому что Новый год. Да, потому что день рождения, праздник, да. Что это такое? Мое личное мнение, да, и по этому поводу написана литература. Достаточно много и профессиональных психологов, людей зарубежных и российских, что сама награда и поощрение может убить мотивацию к действию. То есть заинтересованность человека в самом действии, в познавании. И, как следствие, результат может выйти, во-первых, номинальным, а во-вторых, ну, без особых понятий. То есть... Ну, то есть почему-то, извините, но такая фраза «работаю за еду», да, возникает. То есть я делаю только потому, что вот мне вот дадут потом. Да, то есть если брать взрослый пример, так вот со взрослых, да, зайдем, то это вот, допустим, премии. Люди работают, просто выполняют плам. Им мы раз премию дали, второй раз премию дали, третий раз премию дали. А потом раз, случилось что-то на предприятии, ну, не знаю что, премию не дали. А все встали и сказали, да что это, мы же работаем, как всегда. А они же ничего особенного не делают. Им просто предприятие дает премию, потому что заботятся о себе. Работают все за зарплату. То есть вот эта вот премия поощрения убивает мотивацию вообще какой-либо деятельности, даже за то, на что они согласились изначально. Вот, это первое. Второе у ребенка, то же самое пятерка. Пятерка, пятерка, пятерка. Вот работает, да, допустим, изучение стихов. Выучил стих на перемене, это в старших уже классах, но у меня такое было много раз. Выучил стих, тут же рассказал, вышел за дверь и забыл, да. Познаний нет, знаний нету. Стихи сейчас не вспомнить, которые учил на перемене. Они красивые были, Пушкин, Лермонтов, все остальное. Как говорил мой преподаватель, мы не проходим тему, проходит что-то мимо. Да, вот оно прошло мимо, а ты получил эту пятерку, вот эту награду, вот это вот поощрение. Зачем она? Вот тогда вопрос, для чего она? Сам процесс интересен тебе или нет? Просто вот одна у меня история была, у меня была физика, я бился на одной задаче 3 дня. Я не помню, что я получил уже, то ли четверку, то ли пятерку, но я был так рад, что я добился того, что я решил. Я решил единственное там в классе. Вот это вот классно было. Вот процесс был, как я мучился, что это получилось. И я захотел дальше решать. То есть вот этот мой результат, который был интересным действием вызван, он меня мотивировал двигаться дальше. А если я бы просто взял, решил, там, открыл задник учебника и пошел от ответа, как обычно все делают, ну и что, получил пятерку. Ну и все, в следующий раз делаю так же. Ни знаний, ни пониманий, ничего. То же самое убивает при любом поощрении действия ребенка. Сегодня хорошо себя повел. Конфетка. Сегодня себя там, я не знаю, убрался в комнате. Тортик. Куколка. Еще что-то. Потом ребенок скажет, а что это вы мне сегодня ничего не даете? Я же убрался, там, хорошо оделся, там, не знаю, зубы почистил. Так хорошо. Все-таки поощрение это плохо? Или поощрение должно быть просто правильно дозировано? Доза поощрения тут не скажу. Ну, скажу, что правильное поощрение или правильная похвала гораздо лучше постоянных наград за результаты. И что значит правильная похвала? Хвалить нужно, грубо говоря, в корень. Кстати, вот по поводу похвалить ребенка. Как часто вообще нужно хвалить ребенка? Ведь вот часто родители принимают это как должное. А вот за проступки и за промахи они ругают. Ну или там журят, да, хотя бы. А вот похвала, она в основном приходит в такой форме. Ну вот, теперь ты молодец. То есть это больше не похвала такая, да, а можно сказать, и похвалили, и поругали еще один раз за прошлый, там, проступок какой-то. Как часто нужно хвалить ребенка? Не приведет ли вот такая похвала, как ну вот ты теперь молодец, к заниженной самооценке потом у него на всю жизнь? И здесь возникает вопрос, собственно говоря, наоборот. Вот, если, например, ребенка наоборот часто хвалить и говорить, ты у меня молодец, вообще, и когда нужно, и не нужно, ты молодец. Не приведет ли это к некой неадекватной самооценке ребенка, к неадекватному восприятию себя в обществе и, соответственно, потом в социуме с проблемами? Ну вот, частая похвала к Артему, как часто надо хранить? Хвалить ребенка. Я вообще слово похвала бы, наверное, отсюда убрал бы, потому что похвала как бы рассматривается опять как инструмент манипуляции. Здесь смысл в том, что нужно быть максимально чувствительным к тому, что ребенок делает, и когда он что-то вам говорит и хочет узнать ваше мнение или вашу реакцию на это, ее нужно произвести. И вот это очень надо чувствовать, то есть не нужно хвалить или говорить, ты молодец и так далее, в любой ситуации, в которой вы хотите это сделать, да, вы должны видеть и чувствовать, что это нужно ребенку, да? Прямо сейчас. Прямо сейчас, то есть вот. А как это распознать? Это всегда видно, то есть если вы с ребенком взаимодействуете и разговариваете, то есть он, например, пришел и говорит, вот, смотри, я прошел вот такой там уровень или что-то, я вот такую штуку, смотри, сделал, вот как он намерцовал. И тут следует, вот теперь ты молодец. Вот, вот в такой форме, конечно же, категорически нельзя это делать, да. Вот, но вот в этот момент, когда он обращается к определенному контакту с вами, да, в этот момент нужно контактировать. И говорит, что нет, 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 пока, подожди, мне нужно вот это сделать, он больше не придет после этого. А нужно в этот момент, соответственно, да, посмотреть, понять, что он бы сделал, да, что, насколько это ему интересно, важно и так далее, и таким образом прореагировать. Да, это классно, вот я здесь, да, да, это супер, вот это, там, тут, и можно отметить какие-то вещи, которые улучшаются, какие-то вещи, например, которые вы видите, можно было бы там, например, я бы сделал, Ну, например, сказать бы так, что я, например, сделал бы, может быть, что бы еще вот так вот добавил бы. Или если вот в моей опыте есть такой лайфхак, я там вот так вот делал, да, или что-то еще вот так вот делал. Вот, то есть не говоришь, что, а, вот ты тут поправил, там, я так сделал. Вот, то есть что-то можно и от себя давать, потому что если это будет просто односложно и одинаково всегда, да, то есть там, молодец, классно, вот, то это, опять-таки же, обесценивается постепенно. А когда ты принимаешь участие не просто в взаимодействии, но еще и продолжаешь коммуникацию сам, какое-то время небольшое, в принципе, оно на самом деле будет нужно ребенку не очень небольшое время, потому что ему нужно будет реакцию посмотреть, немножко посмотреть, и сразу же он дальше переключится на какое-то другое дело. Но это надо делать каждый раз, когда ребенок к вам подходит и предлагает посмотреть, показать, оценить. Он делает соотнесение своих действий с реальным миром, а вы являетесь как представитель реального мира, реальной жизни, которая существует, в которой он, соответственно, и делает запрос. И вот тут как бы добавлю и конструктивная похвала. Вот Артем к этому приблизился практически, пришел к этому. Конструктивная похвала, когда ты хвалишь его действия, его мысли в этом процессе. То есть не о классный результат, а как здорово, что ты до этого додумался, как ты до этого додумался. То есть проявлять свое удивление, восхищение самим процессом того, что он до этого дошел. Молодец, была проделана большая работа. Классная работа, как ты ее сделал, как ты вот тут поступил, как ты вот тут поступил. Прямо проговорить с ним этот процесс ведения. И плюс вот Артем сказал добавить свои мысли, а я бы сказал спросить его, а что вот тут можно, мне кажется, еще что-то сделать? Пусть еще дальше, когда после конструктивной похвалы мозг ребенка еще начнет работать, что же еще можно сделать? Вот. И плюс, ну, наверное, да. А что приводит к завышенной самооценке людей, когда все говорят, откуда у человека появилась корона? А вот мы, знаете, говорили про это. Есть две вещи самооценки завышенной. Есть адекватная и неадекватная. Что такое адекватная самооценка? Самооценка адекватная, это когда человек ставит себе цели немного выше, чем реально может. Но он стремится к ним и периодически даже может это сделать. Неадекватная, когда он говорит, я хозяин всего мира, я сейчас возьму его и охвачу. Берет и не охватывает. Ну, вот в моменте. И когда ему говорят, что а вот ты не охватил, он говорит, а это вы плохие, вы не верите. Нет, потом мама приходит и говорит, ой, какой ты молодец. Вот, понимаете? Ну, вот как бы абсолютно несостыковка всего. И корона растет во втором случае. Вот частая похвала во всем подряд. Он понимает, что он может все и всегда. Но реальность. Точнее, что бы он не сделал, все равно он молодец. Да, вот. Здесь бы я больше перешел бы не к тому, что как бы он, что он может и к чему он идет, да. А вот соотнесение того, что он делает, тем реальностям, которые существуют в мире. То есть, когда у ребенка есть связь того, что он делает, и он понимает, что это важно, это ценно, это нужно кому-то там, да. Или это нужно ему, да, ему это интересно. Вот. И тогда, когда окружающие люди ему говорят, что да, причем очень сильная в самооценке составляющая, когда говорят незнакомые люди ему. То есть, например, вот это круто, ты там разговариваешь, там, да, или там вот эту интересную мысль говоришь. Вот. И вот это вот дает понимание ребенку, да, того, что его вот эти мысли, они соответствуют реальности. А когда у него таких моментов не появляется в жизни, не возникает, что вот такие люди это делают, такое соотнесение с реальной жизнью, то у него могут развиваться, да, фантазийные конструкции, которые будут уходить за пределы вот этого. И тогда будет, у него может формироваться любая несоответствующая. Может быть, ниже, может быть, выше, вообще, ну, как бы по-разному быть. Но вот это вот соотнесение с реальной жизнью, оно просто необходимо. Поэтому нужна постоянная коммуникация ребенка с разными возрастами других детей и с взрослыми, с тоже разновозрастными взрослыми, включая бабушек и дедушек и так далее. То есть, и тогда у него будет формироваться нормальное понимание того, что он делает, нужно это или нет. Ну, и еще одна очень важная тема, это Дед Мороз. Вообще, как личность, как явление, как, в принципе, целый пласт культуры. Вот об этом сразу после рекламы. Программа «Время и дети» продолжается. Сегодня мы обсуждаем тему подарки и награды. Что это, мотивация или наказание? Очень много было сказано об этом, остается у нас не так много времени до завершения этой программы, до завершения этого года. И хочется затронуть такую тему, как Дед Мороз. Вообще, как персонаж, как культурный, отдельный вид искусства, да, как культурное явление. Дед Мороз. Вообще, стоит ли говорить детям, что подарки приносит Дед Мороз? Мы же их обманываем, получается. А потом, ведь как горько, какая может быть эмоциональная травма, если мы скажем, все, Деда Мороза не существует. Как ребенку вообще это пережить? Стоит ли ребенку говорить, что Дед Мороз существует? Когда стоит ребенку сказать, что Деда Мороза не существует? И вообще про Деда Мороза. Дед Мороз существует. Существует, конечно. Как Паша сказал, это очень хорошая, да, это очень хорошая фантазийная конструкция и творческая конструкция, которая позволяет представлять то, что не существует. Вообще никогда не может быть. А давайте послушаем вообще, что дети говорят по поводу того, кто такой Дед Мороз. «Детское мнение» у нас в эфире. Детское мнение. Для меня Дедушка Мороз — это тот, кто приносит радость детям. Это символ Нового года, потому что почти каждый ребёнок на Новый год ждёт, пока Дедушка Мороз принесёт подарки. Дед Мороз — это сказочный персонаж. Манит ли дети верить, что он кладёт им подарки под ёлку в Новый год? Дед Мороз — это дед, который дарит всем детям подарки. У него есть помощники, эльфы, гномы и лесные звери. И Снегурочка, его внучка. Дед Мороз — это для меня волшебный дедушка с бородой, который приходит ночь и дарит всем чудо рождественское. Он на весе, в ине похож, и бывает в разном халате с посохом. У него есть дождь-снегурочка. Ещё у него часто красный нос, изображён от холода. Дед Мороз — это дедушка, кто любит Мороз. Он детям всегда приносит подарки на Новый год. Дедское мнение. Вот такое детское мнение мы получили. Вот дети положительно относятся к Деду Морозу. Они его ждут, они верят. Это вот дедушка, который приносит подарки. Это очень классный персонаж. И явление такое социально-культурное. Это очень классно. Сразу лайфхак расскажу, поскольку времени так немного. Суть в том, что хотел сказать. Что для того, чтобы объяснять, кто такой Дед Мороз, у родителей всегда возникают сложности с этим. Непонятно, когда, что говорить, каким образом, в каком ключе и так далее. А Дед Мороз — это классный фантазийный персонаж, в которого превращаются люди. Люди конкретные. И вот это очень интересно узнать ребенку, что, оказывается, вот это волшебство, которое Дед Мороз может делать, это его делают люди. Волшебство делают люди. Потому что они помощники Деда Мороза. Отлично! Волшебство делают люди. И он сам может делать волшебство. Вот в чем самая главная суть этого персонажа и явления. И если родители будут в таком ключе это проговаривать, а еще также можно сказать, что, в принципе, сейчас некоторые такой социальный опыт проходят, что родители рассказывают детям и предлагают становиться Дедами Морозами. То есть вот этими персонажами, которые делают волшебство уже даже в маленьком возрасте. И у детей это вызывает колоссальнейшую прям эмоциональную реакцию. Они очень радостны. Они очень хотят и любят это делать. То есть прям, когда им это позволяют делать, ездить дарить подарки другим семьям или другим людям, и, может, даже незнакомым людям, это вызывает колоссальные положительные эмоции у самого человека. Вот в этом самая главная суть этого персонажа и праздника. Ну, Павел, ваше мнение? Я считаю, что Дед Мороз жил, жив и будет жить. И все мы его ждем. Ну что ж, это была программа «Время и дети». У нас остается буквально две минуты эфирного времени. Программа «Время и дети» уходит на каникулы. Вернемся мы в следующем году. Видеоверсию программы в скором времени можно будет найти на портале Твериград. И мы призываем вас и на портал в редакцию Твериграда писать, и звонить, и писать в редакцию «Пилот радио». Возможно, какие-то темы, которые вас волнуют. Мы за время каникул проработаем эти темы и обязательно вам поможем. Так что пишите в нашу группу официальную ВКонтакте и в редакцию портал Твериград. Ну и давайте прощаться в этом году со слушателями, с детьми и что-то пожелаем. Я пожелаю всем счастья, вот огромного счастья, эмоций ярких, добрых, светлых от души, любви, чтобы расцветало кроме семьи, любовь и добро расцветало кроме семьи, еще и вокруг них, и чтобы люди делились этой добротой и этой любовью. Чтобы было ярко, хорошо и счастливо. Очень обширнейшее поздравление добавить практически нечего. Добавим тогда немножечко волшебства, чтобы кроме всего этого, чтобы возникали какие-то и волшебные ощущения от этого праздника, от этого процесса, когда празднуется Новый год, это семья, это всегда семейный праздник, это всегда такие эмоции и такие впечатления, которые максимально могут быть волшебными вообще во всем году. И вот чтобы это волшебство присутствовало в ваших семьях. Зынь! Ну и несмотря на то, что это далеко не последняя эфирная смена именно в моем году, с вами я буду до 31 числа, но тем не менее я тоже хочу с программой попрощаться в этом году, сказать, что она будет обязательно в следующем году и пожелать тем, кто очень хочет ребенка, но пока у них его нет или не получается, чтобы ваша мечта и ваше желание исполнилось, и вы присоединились уже именно в качестве родителей в следующем году к нашей программе. Аплодисменты! Да, спасибо! Время и дети. Новое поколение. Новые вопросы. Теория и практика в ответах профессионалов. Время и дети. Новое поколение. Новое поколение.